Вопрос. Во время учебы в школе я думала, что специальная мольба есть только при разговении. Но нет специальной мольбы, которая говорится во время предрассветного завтрака, так как во время сухура важно иметь намерение, а место намерения – сердце. Однако мой муж сказал мне, что есть специальная мольба, которая говорится при сухуре. Верно ли это? Расскажите, пожалуйста. Ответ. Хвала Аллаху. Да. Есть мольбы, которые постящийся произносит при разговении. Он обращается к Аллаху с такой мольбой. Захаба ал-замау, вабиталлятиль-уруку, ватаба тал-аджеру, инша-аллах. Ушла жажда, жилы наполнились влагой, и награда ждет, если это угодно Аллаху. После этого постящийся может обратиться к Аллаху с мольбами, какими пожелает. Не потому что есть специальные мольбы, а потому что окончание поста – это окончание поклонения, во время которого по шариату мусульманин может обращаться к Аллаху с мольбой. Шейху Мухаммаду Салиху аль-Утаймину, да помилует его Аллах, задали вопрос. Есть ли мольба при разговении, которая передается от пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Когда ее следует говорить? И повторять ли постящемуся человеку слова азана за муэдзином? Или продолжать разговляться? Он ответил, время разговения – это время, когда принимается мольба, так как это время окончания поклонения, а также потому что в большинстве случаев человек при разговении сердечнее. И насколько человек сердечнее, настолько он ближе к покаянию и признанию своего униженного состояния перед великим и всемогущим Аллахом. Мольба, которая передается от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, такова. «О Аллах, ради Тебя я постился, и Твоей пищей я разговился». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, также говорил. «Ушла жажда, жилы наполнились влагой, и награда ждет, если это угодно Аллаху». Таковы два хадиса. Несмотря на то, что в них есть слабость, некоторые ученые считали их хорошими. Как бы то ни было, если вы при разговении обратитесь к Аллаху с этими мольбами или другими, то мольба при разговении принимается. Смотрите Мажмуру Феттауа Шейха Бен Русеймин, том 19, номер 341. Что же касается предрассветного завтрака, то нет специальной мольбы, которая бы говорилась в это время. В начале предрассветного завтрака предписано говорить с именем Аллаха, а в конце его свалять Аллаха, хвала Аллаху, как это предписано при каждом приеме пищи. Однако, если человек отложил предрассветный завтрак на последнюю треть ночи, то в это время Всевышний Аллах нисходит к нижнему небу. И это время принятия мольбы. Передается от Абу Гурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, «С наступлением последней трети каждой ночи, Всеблагое и Всевышний Господь наш нисходит к нижнему небу, говоря, «Кто станет обращаться ко мне с мольбами?» Я отвечу ему. «Кто станет просить меня о чем-нибудь?» И я дарую ему. «Кто станет молить меня о прощении?» «И я прощу его». Хадис привели Аль-Бухари под номером 1094 и Муслим под номером 758. Поэтому в это время постящийся может обращаться к Аллаху не потому, что это время предрассветного завтрака, а потому, что это время принятия мольбы. Что же касается намерения, то намерение человек делает сердцем, а проговаривать его вслух не предписано. Шейху-Леслям Ибн Таймия сказал, «Человек, который в сердце вознамерился поститься завтра, считается сделавшим намерение. Аллаху ведомо лучше». Субтитры создавал DimaTorzok